Привет-привет! А этот обзор будет посвящен пальчиковому рисованию и всего того, что есть в издательском доме «Карапуз». Ну, не всего того, а того, с чем я вас познакомлю. Это издательский дом «Карапуз». Значит, эти книжки я заказывала через Майшоп. Также у нас информация для белорусских мамочек. У нас есть СП организованная, где идут заказы из Майшопа и других магазинов. Довольно быстро, хорошо вы пришли, очень довольна и в дальнейшем буду там заказывать, продолжать. Значит, познакомлю вас. «Шедевры накольчиков пальцев» – это книжка просто the best. По ней занимались мои предыдущие дети. Если кому интересно, оставлю ссылочку в описании. Я уже ее обозревала. А теперь я просто купила ее на обе. Это великолепная, замечательная, самая лучшая книжка для малышей с яркими картинками для пальчикового рисования. Так что, если интересно, глядите, разворачивайте, смотрите описание. Там все я буду показывать и рассказывать только уже с Левой. Так, это называется «Первые шедевры без кисточки», да, более, ну, немножко раскрывается по другому тему, тоже красивая. Ладошка, как вы понимаете, рисовала, она сделает просто. У меня такой динозавр, лавочки, радуги. То есть, довольно красиво, мило, разносторонне, то есть, не повторяющиеся темы. Лежики, всякие ягодки. Так что, будет заниматься с малышом одно удовольствие. Здесь всегда вот показано, какая краска нужна для того, чтобы разукрасить, что можно использовать, рекомендации тут интересно написаны. Также есть небольшой текст, как можно обыграть это с ребенком, рассказать какую-то ему историю на эту тему. Так что, книжка «Сокровище» называется «Первые шедевры без кисточки». 2+, создательский дом «Карапуз». Выпустил ее. Так, переходим. Ой-ой-ой, немножко приклеились. «Шлеп снежок». Это вообще серия была еще «Шлеп бабочка», но вот нашла я только «Шлеп снежок». Значит, что в ней классное? Здесь, во-первых, рассказывается, если мама еще не знает, как хорошо организовать работу творческую с малышом. Здесь все подробно рассказывают. Для чего, как, куда, как подготовиться к этой работе. И тут уже идут знакомства с техникой по спорту. Сразу забегу вперед, покажу. Вот, значит, ваш ребенок рисует сначала на обычном листике, видите, каляки-маляки. Зачем вырезается, вот этот вот, по контуру вырезается. Вставляется и получается, видите, да, красивый рисунок. То есть вот таким образом можно наложить. Можно таким способом сначала листик разрисовать, потом приложить. Уже вырезанный. А можно сделать все наоборот. Все вместе сложить. То есть сразу листик и поверху вырезанный. А потом вы уберете, и получится картинка. А можно сделать таким обратным способом. Вот, значит, для техники по спорту уже вот есть машинка. Елочка. Вот здесь учат, как сделать снеговика с ребенком зимним деревом. Елочку ладошковую. Здесь уже есть фоны, где ребенок, в принципе, и будет оставлять это все красоту. Учат делать рыбок, лебедей. Еще один фон. Но этот фон уже не А4, а вот двойной, видите. Вот, просто середина вырезается. И здесь то же самое. Фон крупный. То есть красивый фон для оформления ваших работ. То есть для него лаважный. Это можно и бабушке подарить, бабушкам, дедушкам. И можно комнату украсить. Вот тоже еще фон у вашего ребенка. Рыбку вырезать тоже с техники по спорту. Вот идея. А ладошка вам. Также ладошка в ладошке. Красиво можно оформить. Ладошка. Вот такая замечательная кружка. Книжка на тысячу долларов. На миллион. На тысячу. Это я продешевила. Да. Вот. Кому интересно, это серия Погремушка. Можно даже подписаться в Россию. У нас уже это невозможно в Беларуси. Не оказывают нам эту услугу. Вот. Шлеп снежок называлась. А теперь это мое открытие. Я о них ничего не знала. Показываю. Смотрите, какой огромный формат. Картонные листы. Что мы здесь с ребенком делаем? Здесь ребенок оставляет следочки. Это все зависит от возраста ребенка. Следочки. Колубой краской. Это следы зайчиков. Также шишки делают отпечатки пальчиками. Снег. Это вот такой огромный лист. Видите, вот моя рука. Ладонь. Вот сколько еще свободного места остается. То есть огромные форматы листов. На обратной стороне все указано, что с этим делать, как, какой возраст. Как с этим работать. То есть вы не останетесь одинокими и не зная, что с этим делать. Тут все написано. Такая тема рыбок. Тоже понятно, что рыбки, осьминоги. Все это раскрашиваем пальчиками. Краски. Для старших детей учимся смешивать, получать новые цвета. Тоже оставлять следочки. Так что очень красиво все. Цыпленок у нас еще тут такой тоже. Делаем цветочки. Вот и все остальное. Красота. Бабочки. И медвежата. Тоже ягодки. Листочки учимся рисовать. Пальчиками тоже все описано с обратной стороны. Так. И еще такая вот вторая картонная. Это уже лес. Вот математика. Секундочку. Но здесь уже мы рисуем фломастерами и карандашами. Вот видите. Лесные дары всякие. Входим, яблочки, ежику нацепливаем. Желудей, да. И все такое. Раз. Барашки рисуем, завитушки, да. Вот. Плывем кораблики рисуем. Дорисуем листики. Вот такая. Дождик. Тут тоже видите. Грибы рисуем. Улиточек рисуем. Божукороб, кожучков всяких. Да, да. Вот это интересно. И еще последнее. Это уже у нас получается ежик и белочка. Тоже зимняя. Вот такая вот елочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...